Привет всем стратегическим жевжикам планеты Земля! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Прошел месяц, и это значит, что пора снова поблагодарить спонсоров канала и тех людей, которые присылают донаты. Напоминаю, Россия напала на Украину из каких-то своих имперских побуждений. В связи с этим все западные фирмы, особенно американские, из России ушли, а те, что остались, стараются минимизировать свои доходы, чтобы не платить налоги в поддержку этой войны. С марта YouTube не дает пользователям из России быть спонсорами каналов, а также не показывает зрителям рекламу, с показов которой создатели контента тоже имели свой процент доходов. Так как у меня зрителей из России 60%, то и соответственно доход моего канала с марта на эти самые 60% и упал. Так как я не могу в том же объеме делать видео и получать за это на 60% меньше, а делать видео все-таки хочется, то я каждый месяц записываю подобное видео, напоминая моим зрителям, если у вас есть такая возможность поддержать меня, и отчитываясь о том, как за месяц меня люди поддерживали, если, конечно, они не писали в сообщениях, что желают остаться анонимными. Ну, во-первых, о способах поддержки. Вы можете перейти на более высокий уровень спонсорства на YouTube. Всего уровня в спонсорство 6. Спонсор. 5 долларов в месяц. Я называю в долларах, потому что я нахожусь в США, и, соответственно, у меня цены в долларах. Я так понимаю, что у вас в стране они будут в той валюте, хождение которой у вас в стране. Спонсор плюс 7 долларов. Лешин любимчик 10 долларов. Лешин любимчик плюс 15 долларов. Меценат 25 долларов. И щедрый меценат 50 долларов в месяц. Раньше этих уровней было всего 3. Сейчас YouTube ввел большую градацию, так что, если у вас есть возможность перейти на более высокий уровень, пожалуйста, сделайте это. Мне будет приятнее. Я куплю себе лишнюю Ferrari. Игрушечную, конечно, дешевенькую. Спонсоры канала получают эксклюзивный контент. Вот, например, сейчас на фоне идет партия за Польшу в Сидмер Сивилизайшн 6, которую я чуть позже выложу только для спонсоров. А в открытый доступ она попадать не будет. Кроме того, другой контент обычно спонсоры получают намного раньше. Там, например, все серии ФФА-сериалов или прохождений. Какие-то видео просто чуть раньше. Возможно, я вот это видео для них чуть раньше выложу, чем для всех остальных. Так что какие-то бонусы для спонсоров канала тоже есть. Кроме того, что вы поддерживаете канал. И я продолжаю делать видео в более-менее том же объеме, что и было до всех этих событий. Да, кстати, понятно. Я согласен, что у меня бы все равно уменьшился доход, независимо от чего. Потому что в этом конфликте я говорю, что Россия не права, Украина защищает свои территории, и множество рашистов от меня поэтому отписываются. Либо еще отписываются те, кто считает, что на игровом канале не место политики. Хотя я считаю, что это не политика, это жизнь. И зрители из Украины и других стран такие же люди, как и в России, как это не банально звучит. И, несомненно, важно, в первую очередь, их поддерживать, а не россиян, которые, собственно, эту войну и развязали. Так вот, примерно процентов 15 от меня отписалось зрителей вот за все это время. В принципе, я думал, побольше будет. Так, в целом, в России ощущение, что поддержка войны в большем объеме. Но, видимо, все-таки у меня на канале люди немножко соображают, критически мыслят и могут разобраться, что к чему. Так вот, хочу поблагодарить тех, кто перешел на более высокий уровень спонсорства. А именно, Зигзаг Зигзагович, Пандорен, Юрий, просто Юрий, Сергей Катценштейн, Антон Шакало, Макс, просто Макс, Юрий Сорокин, Клаудварф ГМБХ, Александр Медведев, Грейт Годжа, Максим Галота и Андрей Вилент. Большое спасибо, что нашли в своем кошельке чуть побольше денежков для меня каждый месяц, чтобы я продолжал делать видео. Кроме спонсорства вы можете мне просто переслать денежку с помощью PayPal, либо криптовалюты. Почему это лучше? Потому что, собственно, посылая через PayPal или криптовалюту, вы платите только какой-то процент вот этому платежному сервису. Потому что в любом случае все деньги из YouTube я тоже получаю через PayPal. Вот так оно сделано. И все равно какой-то фи, какой-то процент платежной системе идет. Но при этом процент от ваших денежек получит и Google, и YouTube, и еще партнерская программа, без которой, собственно, невозможно быть на YouTube. Криптовалюта это, по-моему, сейчас единственный способ что-то передать из России. Потому что в России просто отсоединена от банковской системы, никакие карточки не работают. Ну, точнее, они работают внутри России, но вы дальше никуда не можете ничего послать. И, как мне кажется, дальше будет только хуже. В связи с этим, кстати, вот за последнее время, особенно за последние несколько недель, мне написало несколько человек из России, неправильно сказал, россиян, которые уехали из России, и написали, что вот, наконец-то, я теперь могу опять стать спонсором канала. С одной стороны, конечно, приятно, что они обо мне помнят, но, согласитесь, грустно, что люди бегут из страны, где они родились и выросли, не по своей воле. И, конечно, это просто время сейчас такое. И тут, конечно же, не только россиян, а в первую очередь украинцев надо вспомнить, которые убежали еще в конце зимы, начале весны. И тоже у меня много украинцев, которые по разным странам Европы сейчас беженцами являются, потому что их дома или города разбомбили. То есть оно вот того стоит, да, вот уважаемые расисты, которые от меня отписываются по этому поводу. Это нужная вещь, это надо было сделать, да. Поразительно. Так вот, кто же мне через PayPal прислал? Я вас прошу, кстати, когда вы что-то присылаете, обязательно пишите сообщение, чтобы я... Ну, во-первых, мне просто приятно сообщение, получается, как будто открытку получаешь. То есть ты чувствуешь эту поддержку. Не просто деньги, не просто деньги, а вот человек еще что-то написал. Наверное, там, в Верховном уже уже куна творожок. Итак, с прошлого видео Илья Азовцев очень приятную сумму прислал и написал «Леша, правда, огромное спасибо тебе за твою работу. Ты очень морально поддержал и поддерживаешь в самое трудное время. Привет из Харькова». Харькову привет, Илья, спасибо. Константин Красильников прислал «Спасибо за контент из Винницы от Харьковчанина». Привет и Виннице, и Харькову. Кстати, в Харькове я бывал, а вот в Виннице ни разу. Надо будет наверстать. Тоже приятная сумма. И Крыло Хмелько тоже приятную сумму прислал, но, к сожалению, без сообщения. На биткоин пришли 0,008 биткоина. Кажется, маленькая сумма. На самом деле это очень приятная сумма. Этот человек писал во время стрима какого-то, к сожалению, я не отметил кто, потому что при криптовалюте, при посылании криптовалюты вообще не отмечается... Там нельзя какое-то сообщение добавить. Но просто отмечаю, что я это получил. Большое спасибо. Юрий Лившиц прислал немножко денежков и с комментарием на поддержку канала. Максим Голодюк в течение времени несколько донатов прислал. То же самое касается Максима Войченко. Тоже несколько донатов. Такой приятной суммы. Большое спасибо. Я знаю, что и Максим Голодюк, и Максим Войченко солдаты ВСУ. Это просто для примера, опять же, как снабжается армия Украины, что ее солдаты могут даже донатить вот ютуберу по пошаговым стратегиям. Александр Медведев несколько донатов очень приятной суммы. На одном написал «С днем на рожжение каналу Нехай расти великий, то здорово!» Это когда мы праздновали 10 лет каналу. И недавно еще прислал несколько дней назад буквально. 40 рочков мне было. Донат на Т, чтоб дожив до 50, видимо. СБУ подписал. Вообще будет прикол, если еще Александр Медведев с СБУ. Меня и ВСУ смотрят, и СБУ смотрят. И Зеленский, наверное. Но Зеленский не донатит, не знаю, наверное, вряд ли. Дмитрий Мандыбура приятную сумму тоже прислал. Большое спасибо. Сергей Арестович прислал небольшую сумму без комментариев. Артем Олейник тоже небольшую без комментариев. Олег Хуенок. Извини. Ну, то есть, я, наверное, неправильно произнес фамилию. Ну, предположим. Звучит. Ну, извини, если я вот сейчас неправильно... Ну, так написано. По-английски просто написано. Тоже без комментариев. Большое спасибо. Артем Космына без комментариев. Виталий Телпиш без комментариев. Артем Космына еще раз прислал. Тоже несколько раз присылал. Владимир Украинский несколько донатиков. И на этом по Пейпалу все. Ссылка на Пейпал, чтобы просто через сайт отправить, есть в описании, в прикрепленном комментарии, как и все остальные способы послать донаты. Если я какой-то способ не знаю, упустил, то, пожалуйста, уточните в комментариях, которые были бы вам удобнее. Это не касается всяких российских сервисов типа Boosty. Ими я пользоваться точно не буду. Ну и в первую очередь я, конечно, обращаюсь к моим зарубежным зрителям, которые находятся где-то за рубежом и у них больше финансовых возможностей канал поддерживать. Кстати, еще напомню, что для спонсоров канала есть отдельный у нас чат в Дискорде. Же уже Кошне называется. Тоже ссылка всегда в описании к любому видео. Ну и даже появляется во время видео, сейчас будет появляться, например, со ссылками на все мои социальные сети. Там у нас уже Дискорд превратился больше в общение про жизнь, чем про игры. То есть народ друг друга поддерживает, чтобы не поехать кукухой в это трудное время. Кроме того, отмечу еще, что у меня есть отдельный канал называется Алексей Халецкий. Я его в описании пишу как политический, но я не считаю, что это политика. Я считаю, что мы там обсуждаем жизнь, происходящее сейчас. И там у меня мнение дилетанта выходит, и Леша банит любимая рубрика, и разговор с умным человеком, и стримы вечерний Халецкий, когда мы в прямом эфире вот общаемся в Дискорде голосом. Так что я рекомендую туда перейти, тоже посмотрите этот канал. Опять же, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии. я думаю, что вот за последние несколько недель много россиян и среди моих зрителей просто начало вдруг интересоваться политикой, хотя надо было раньше. Надо было раньше. И заволновалось вообще, что происходит. Украинцы-то давно с белорусами по этому поводу. Так, ну вроде сказал все, что хотел. А, да, прошлое видео называлось, что я потерял 6000 подписчиков за месяц, кстати, в ноль вышли. То есть минуса никакого не было. Отписались там народ, не знаю, еще остались расисты у меня среди зрителей, или те, кому не нравится, что я говорю про войну в Украине. Ребята, я это буду говорить. Я считаю, моей главной задачей сейчас поддерживать именно украинцев, потому что они эту фигню не выбирали. Россиянам достаточно просто убрать свои войска с Украины и перестать убивать людей. Как бы вам ваша пропаганда не говорила, что там нацисты, украфашисты, кем там еще называют. Там люди, которые хотели жить, как они хотят, без указок, каких-то старых империй. На этом все. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. А, традиционно напоминаю, что кроме того, чтобы мне посылать донат, обязательно что-нибудь пошлите и украинцам, или в ВСУ. Потому что их победа, конечно, важнее, чем существование моего канала. Это просто война за здравый смысл. Да, кстати, и на том моем канале Алексей Халецк я рассказывал, откуда у меня этот флаг появился. Кому интересно, сходите, посмотрите. Тут интересная история тоже. Все. На этом теперь точно все. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живе Беларусь! Всем пока! Слава Украине! Спасибо! Продолжение следует...